Иглоукалывание, массаж, куаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тайны китайских докторов». Мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская сервизующая, моё русское имя Зоя. Здравствуйте, меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Денис. Денис, Анна, вы знаете, что наше сегодняшнее демо часто встречаемое заблевание, инсульт. А когда вы встречаете об этом заблевании, о чём вы можете подумать? Я сразу подумала о пожилых людях, ведь среди них уровень возникновения инсульта относительно высокий. У меня сразу ассоциация с инсультом – это осложнение. Люди, которые болели инсультом, потом очень странно ходят, не так, как все. Да, ты оба правильно говорите. Вы знаете, что для пациентов осложнение действительно оказывает большие внимание на жизни. Реабилитация очень важна. А мы сегодня пригласили доктора, чтобы она подробно рассказала нам об этом. Инсульт подразделяется на два вида – ишемический и геморрагический. Среди них на долю ишемического инсульта приходится более 80% больных, а геморрагический инсульт встречается в 10-20% случаев. Оба вида инсульта отличаются скоростью развития патологии, при этом геморрагический инсульт отличается молниеносным развитием. Так что реабилитация в ранний период должна быть своевременной. В отношении реабилитации мы в интернете собрали некоторые точки зрения. Давайте вместе посмотрим их. Посмотрим первую точку зрения. Реабилитация начинается на стадии осложнений. Мне кажется, это верная точка зрения. Ты думаешь? Мне кажется, чем раньше начать реабилитацию, тем лучше. А правильная ли это точка зрения? Давайте послушаем доктора. Много людей считает, что реабилитация требуется только лишь после возникновения осложнений. Но на самом деле это неправильно. Для тех, кто перенес ишемический инсульт и находится в стабильном состоянии, реабилитация требуется уже через 48 часов. При возникновении геморрагического инсульта рекомендуется начинать реабилитацию через 7-10 дней. Давайте дальше посмотрим, что за вторая точка зрения. Реабилитация очень простая. Просто покачать руки и подтягивать ноги. То есть делать это самому, мне кажется, это неправильно. Все-таки нужно обращаться к врачу за руководством. Мне тоже кажется, что это неверная точка зрения, и что нужно делать это под руководством врача. А действительно, что реабилитация такая простая? Просто покачать руки и подтягивать ноги. Давайте послушаем доктора. Реабилитацию на раннем периоде рекомендуется проводить в профессиональной больнице под руководством докторов. Так как состояние и симптомы у каждого пациента отличаются, очень важны индивидуальные варианты реабилитации. Для начала мы проводим тест и проверяем, насколько сильно повреждено функционирование конечностей, языковая функция, функция глотания и многие другие. А потом уже в соответствии с результатами теста применяются различные меры лечения. Да, очевидно, что реабилитацию нужно проводить под присмотром профессиональных докторов. Да, я думаю, стоит еще напомнить телезрителям, что если у них дома есть больной инсультом, то нельзя произвольно дергать его конечности. Это может привести к плохим последствиям. Понятно. Давайте дальше посмотрим, что за следующей точкой зрения. Посмотрим точкой зрения, тем раньше можно ходить и значит эффекты восстановления лучше. Да, похоже, что это правильно. Если человек уже сам смог ходить, значит уже наступило улучшение. Мне тоже кажется, что это верная точка зрения. А правильная точка зрения давайте вместе узнаем у доктора. Практика показывает, что после инсульта вполне можно обрести утерянные физиологические и психические способности. Поврежденные ткани мозга могут со временем восстановиться, а место погибших нейронов займут здоровые. Однако на все это требуется время. И для того, чтобы больной вновь стал, допустим, ходить, реабилитацию нужно обязательно проводить в профессиональной клинике под руководством докторов. Так как самостоятельные занятия не системны, и после неправильно выполненных упражнений могут быть сформированы неправильные положения конечностей. Только что мы говорили о заблуждениях в отношении реабилитации методами традиционной китайской медицины. На самом деле эти точки зрения, они очень популярны. Давайте вместе посмотрим в кабинете доктора Чен. К сожалению, сегодня мы очень часто встречаем больных, которые перенесли инсульт. В реабилитации мы активно используем иглоукалывание. В китайско-традиционной медицине считается, что это улучшает проводимость меридианов. Такая процедура длится 3 минуты. Мы задействуем голову и руки, проходя по специальным точкам. Иглоукалывание восстанавливает равновесие инь и ян и возвращает жизненные силы. Иглоукалывание оказывает такой чудодейственный эффект, и на разных точках оказывается разное воздействие. Например, раньше мы говорили о похудении с помощью иглоукалывания. Также можно лечить шейный спондилез. Вот теперь мы знаем еще и что реабилитация после инсульта осуществляется с помощью иглоукалывания. А вот кроме иглоукалывания, какими методами еще можно приводить реабилитацию после инсульта? Да, Дениса, это очень хороший вопрос. Давайте дальше вместе посмотрим. Массаж – это тоже очень эффективный способ реабилитации после инсульта. Мы применяем его постоянно, но это необычный массаж. Тут нужна специальная техника. В этом случае существует два вида массажа – точечный метод и метод нажатий. Во втором случае эффект достигается путем снижения мышечного напряжения и увеличения степени подвижности суставов. А метод нажатий стимулирует кровообращение. Иглоукалывание и массаж помогают восстановиться, если появился паралич после инсульта. А есть ли другие методы восстановления движений, допустим, таких как чистка зубов, принятие пищи? Давайте дальше посмотрим, какими методами традиционной гитарской медицины осуществляется реабилитация. По статистике, практически 80% случаев у людей, которые перенесли инсульт, наблюдается расстройство мелкой моторики рук. На самом деле, восстановление мелкой моторики после инсульта, несмотря на кажущуюся незначительность, является сложнейшим процессом. Разработаны и применяются общеукрепляющие специальные программы по массажу, лечебной физкультуре, куда входят упражнения для восстановления мелкой моторики рук, мышечного тонуса и уменьшения степени пореза. Так массаж пальцев рук и воздействие иглами на специальные точки не только способствует восстановлению мелкой моторики, но и активизирует головной мозг, улучшает координацию движений, приводит тело и разум в гармонию. А кроме вышеуказанных методов реабилитации, я еще слышала, что специалисты госпиталя сами разработали медицинский прибор для реабилитации. Давайте вместе посмотрим, что за прибор. Да, правда? Давайте посмотрим вместе. Видя, как сложно пациенты восстанавливаются после инсульта, мы решили создать оборудование, которое помогает этому процессу. Вот здесь, в этом кабинете и стоят наши приборы. Для реабилитации после инсульта мы используем прибор для головного мозга и пяти органов. Этот прибор помогает активировать клетки мозга и улучшить микроциркуляцию мозга, а также восстановить поврежденные нервные клетки. Мы также можем использовать этот прибор в виде кровати, который состоит из восьми частей. С его помощью мы воздействуем на голову, шею, грудь, живот, поясницу, колено и суставы, ноги в целом и отдельно на ступни. Наш комплексный терапевтический прибор восстанавливает все функции организма на клеточном уровне. При этом в процессе лечения отсутствуют какие-либо побочные эффекты. После прохождения реабилитации на этом приборе к пациентам снова возвращается подвижность конечностей и восстанавливается речь. После рассказа доктора мы уже смогли ознакомиться с методами реабилитации после инсульта. Да, мы уже поговорили о реабилитации. А какие методы есть, чтобы определить на начальной стадии вероятность возникновения инсульта? Ну вот мы уже узнали о предупреждающих звонках появления инсульта. То есть можем уже помочь заранее. Первый симптом, на который следует обратить внимание, это повышенное слюноотделение. Второй симптом – это человек не может держать вытянутые руки параллельно друг к другу. И третий – это потеря слуха, пусть даже и незначительная. В больнице мы в первую очередь проводим исследования для того, чтобы определить, имеется ли внутримозговое кровоизлияние. Также мы проводим МРТ, чтобы проверить, был ли ишемический инсульт. И далее мы определяем тип инсульта – ишемический или геморрагический. От этого напрямую и зависит схема лечения. Профилактика инсульта включает в себя правильное питание, соблюдение режима сна и занятие спортом. Собственно, ничего нового вы не услышали. Заботьтесь о своем теле – это просто, но очень важно. Особое внимание здоровому образу жизни нужно уделить гипертоникам и больным сахарным диабетам, потому что они находятся в группе риска. Хорошо, теперь дальше. Давайте посмотрим группу в нашем контакте. Какие вопросы есть у пациентов, желающих приехать к нам на лечение? Давайте посмотрим, что за первый вопрос. Итак, первый вопрос. Здравствуйте. Я болею инсультом уже 6 месяцев. Сейчас нетрудно ходить. Можно ли полностью восстановиться после реабилитации? Об этом нам расскажет доктор Чен. Здесь работает правило. Чем быстрее, тем лучше. Первые 3 месяца после инсульта – это самое благоприятное время для реабилитации. В этот период можно восстановиться максимально эффективно. Если же приступить к реабилитации позже, то лечение будет намного более длительным, а восстановить удастся не более 50% функции организма. Теперь дальше посмотрим, что за второй вопрос. Второй вопрос. Добрый день. После одного курса реабилитации, если мне станет лучше, то можно ли дома осуществлять реабилитацию самостоятельно? Это очень хороший вопрос. Давайте вместе послушаем доктор Чен. Только лишь при наличии прогресса в реабилитации, при заметном улучшении состояния, врач может разрешить продолжать восстанавливаться дома. Но процесс восстановления все равно должен контролироваться вашим врачом. Через каждые 2-3 недели нужно приходить на обследование, для того, чтобы врач мог корректировать план реабилитации и наблюдать за вашим состоянием. Наша сегодняшняя интерпретация подошла к концу. Попоказали ему доктору Чен за то, что она сегодня подробно рассказала нам о инсурде. Если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставьте все вопросы там. Либо позвоните нам по номеру, указанному на экране. Мы будем очень рады ответить всем. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До новых встреч. Тайны китайских докторов